здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина мой добрый зритель этим видео я открываю серию небольших видео где буду рассказывать о стартах да я сейчас нахожусь в таком периоде когда у меня нет процессов но практически нет не считая вот этого носочка и 2 его собрата и так уж получилось что воедино слились несколько обстоятельств первое я на протяжении нескольких дней где-то 5-6 не могу снимать полноценное видео точнее снимать могу монтировать у меня времени от слова совсем плюс еще я так и так буду вязать по вечерам и начинать какие-то новые процессы какие из них войдут так сказать пойдут дальше и в конце концов станут изумительной вещью какая скромная а какие в общем-то как это часто бывают но не пошло и все я не знаю это часто остается за кадром и я решила что раз времени монтировать нет но вязать есть я вам буду эти старты показывать а потом в большом вязальном видео мы как бы подытожим что будет довязываться что будет распускаться что будет начинаться заново и так далее так далее поэтому прошу остаться тех кого такой формат устроит вообще за сегодня объявить что ну не смогу выходить снимать ролики на протяжении каких-то дней а потом вспомнила всех тех кто говорит танечка ждем тебя каждый день думаю я лучше предложу вот такой вариант безмонтажный на скорую руку он тоже бывает иногда интереснее чем с фотографиями так далее мне конечно будет сложно лавировать между песнями соседей звуками там я не знаю машины еще чего-то но вот тоже так бывает сейчас вроде тихо давайте по порядку в прошлом видео оно было невязальное так уж получилось да что я вам рассказал о первом старте потому что сегодняшний ролик будет обязательно с припиской старт 2 а кто скажет а где же первый старт а первый старт в невязальном видео вчерашнем и тогда еще не знала что вот так получится но тем не менее я рассказала о пряже что буду вязать и даже показала начало вязания теперь мои старты будут такими я буду показывать что я связала из предыдущего старта и из чего будет мой из какой пряжи будет мой второй старт а завтра старт 3 я расскажу сколько я продвинулась во втором если продвинулась еще быть мой третий вот так будут складываться ролики меня это устраивает обычно то девочка устраивает неделю стартов показывает вначале пряжу а в конце что связали но это получается опять связано сам монтажом мне же нужно вот обойтись без монтажа в общем девочки кто со мной вперед на мой взгляд из этих двух пряж получился очень красивый микс его снимать вот затем был черный красный сложно снимать нет и вот этот еще ягодный микс кто называет малинкой кто как называет снимать очень очень сложно но возможно я не любитель пеструшечки но некоторые пестрота как-то мне вот в душе к сердцу приходите я ничего сказать не могу и пуговички здесь ой как уместно просто вот ну мне кажется самой удачной пуговки из всех пуговок июня а может быть пуговок лета я решила что в июне буду вязать носки и пришивать пуговки и если это же продлится у меня на июль на август тогда у меня будет коллекция пуговки лета если только в июне потом остановлюсь что-то новую голову придет тогда у меня будут пуговки июня и вот такие замечательные пуговки они подходят как к светлой лидии это шерсть я в прошлом ролике все говорила так и к супер ложечки мне кажется идеально пуговицы подошли идеально кто просил рассказывать про носки более подробно в двух словах но расскажите хорошо на спицы 225 я набрала 60 петель вяжу я на 2 3 рабочий спицах поэтому 30 на 1 30 на другой и начинала я с резинки 2 на 1 сколько провязать этот меня 12 рядов но это уже решает абсолютно каждый дальше я перешла на свою любимую резинку для носочных изделий это 3 на 2 носки еще влажными что-то за привычка вязать и стирать один носок раньше два свяжут постираю сейчас вот как-то ну бывает налетает он еще влажный он влажный но сегодня нужно снять ролик поэтому я его попросила не кочевряжится особо значит со стороны хотела сказать спинки задней части носка эта резиночка будет просто 3 на 2 и все с передней части носочка я делала перевитие этот рисунок кто-то из вас называет бочонки кто-то из вас называет бамбук как угодно да у нас есть отдельный ролик по этому рисунку останавливаться не будем можно было абсолютно по всей линии его продлить им потом вот идет у меня и в подошве нет эта часть какая как называется паглинок стопа во внешней части стопы во внутренней части в общем он везде идет но для разнообразия мне почему-то очень захотелось именно вверху сделать парочку перевитий потом тормознуть вот и поэтому перевите я делала через пять рядов на 6 а здесь 15 рядов я и не делала вообще потом после пятки я еще пять рядов связала и потом опять пошли через пять рядов перевите это дело но вы знаете кому как нравится всегда мысочки я люблю отделить изнаночной дорожкой как тоже так сложилось да сейчас я очень часто делаю здесь еще одну изнаночную дорожку для чего сама не знаю и потом значит мысочек убираю 8 рядов я здесь связала мне нужно сколько побольше хотя правильнее наверное как правильно гармоничнее что ли пять рядочков здесь связать и убрать мысочек при вывязывании клиновидной части я на подошве вот именно этой части лицевой глади оставила не 30 петель как это было вначале 30 и 30 28 вот здесь все-таки я под конкретного человека вижу да здесь 60 петель носок сырой еще напоминаю он как бы усохнет при высыхании усохнет при высыхании гений слова значит как бы неплохо на стопе это многовато здесь как было так осталось меня 30 петель а все-таки вот в этой части я довела не до 30 убавляя клин подъема а до 28 я так иногда делаю подушечка не скажи язычки а это никто и не узнает но вполне достаточно чтобы вот так вот тем более если нога сужается узкую часть ноги уложить все что я вам рассказала конечно же относится исключительно к моей плотности к спицам 225 если бы я вязала спицами два с половиной в общем то присоединение супер вошки с лидией я могу вязать на 2 спай только поплотнее да может быть были немножко другие расчеты на двойке это вообще будет такие носки не кажется вечные но у меня нет сил вязать на двойке поэтому 225 мое спасение как я два с половиной не зла не знаю а второй носочки я начала но сегодня я его уже не буду вязать совершенно я надеюсь все таки к выходному дню и продвинул и покажу что получилось потому что сегодня вечером у меня будет весь ориентир на второй старт о нем еще расскажу не о нем по пряжи с которой буду вязать и завтра уже носочки показывать не буду все это как бы знаете сегодня во второй старт я показал что как обстоят дела с первым вот завтра я покажу как обстоят дела со вторым о котором сейчас расскажу и значит что планируем на третий старт вот так будут построены мои ролики если кому-то это будет интересно буду рада об итоговом покажу вот здесь мне кажется к носкам не относятся что буду вязать что не буду заканчивать носочки я естественно довяжу итак из чего же будет мой второй старт из шикарного чудесного я не боюсь этого слова полухлопка о нем есть отдельное видео на youtube точно если она джен не перекачал отдельные видео про эту пряжу то я точно знаю что писала статью поэтому оставлю на youtube ссылку на ролик где говорю про дизайнерский полухлопок именно это я запомнила когда я выписал эту пряжу магазин итальянской пряжи в перми магазин чудесной итальянской пряжи и у меня уже попытки связать из этого хлопка были не раз и не два не случайно вот эта бобинка ведь в каком безобразном немножко виде находится но только самое начало потом так я вот маленечко и завязать и будет красота я почему-то видела кардиган шикарный кардиган и даже пуговицы они уже ждут почему-то они ярче на самом деле они подходят вот иногда камера до желая что-то украсить выделяет пуговицы с этой стороны вообще цвет в цвет вот а с этой стороны даже немножечко светлее окажется как будто они поярче но это неважно вот меня ждут пуговики под этот кардиган а я точно знала что когда-то такой просторный еще спрашивали танки не боишься ну вроде полнить будет пряжа такая ничего не боюсь я просто если вижу вещь я ее вижу но также когда у меня кардиган не пошел раз и второй раз такое бывает я вдруг увидел детский плед и мне подсказал еще и его образец великолепный великолепный образец он у меня в свернутом виде лежит как я всегда как бы стараюсь не потерять когда вещь будет уже связано этот образец у меня идет к к общим образцам когда уже точно отвязано а пока я его держу в бобинке вдруг не хватит да и образец тогда распустить поможет иногда не хватает какого-то метра двух-трех вязащихся ты знаешь если у меня все остается все связано этот образец пойдет в мой будущий плед я когда-нибудь плед из образцов а точнее образцовый плед свяжу обязательно и вот посмотрите как шикарно смотрится косая арана вот эти вот фигурную этот резинка она отвечает за косая арана смотрится вообще просто великолепно чудесно смотрится путанка любые какие-то дырочки ажуры тоже прекрасно будут смотреться лицевая гладь платочка но все великолепие великолепная я сейчас не буду отбирать хлеб у того роликах где я знакомилась с пряжей но это шнурочек видите потяни за ниточку дверь и откроется а внутри шнурочка откроется внутри внутри шнурочка вот такие пузатики наверное может быть это хлопок и есть вот этот шнурок и есть хлопок а это акрил вот такие вот прям то что будет делать плед или изделие телефон таким мякишком мякишком софт эффект такой просто прелесть прелестная вот пряжа чудо я вижу много из нее но идея детского пледа она же меня сквозит она меня тянет мне нужно и недавно я собиралась из ализе cotton gold вязать я понимаю что долго будет я уже начинала плед по моему это была кукурузка не попалом кукурузка но тем не менее не успела как по ним поняла что не успею к нужной дате и распустила может быть нужно было довязать но я люблю когда вот она актуально и тогда и вяжется сейчас мне нужен плед к осени я обговорю еще какие детали и как не тяни да я еще сделаю одну попытку связать на что пряжа для пледа великолепная плед будет чудесный не в коляску хотя кто мешает в кроватку с этой пряжей можно выбрать рисунок когда знаете какие-то косички продольные до между ними неважно путанка рис или еще что-то и когда плед просто состоит каких-то сегментов на квадратиков рельефно тоже будет очень красиво эта пряжа поддержит абсолютно любой вариант пледа я начну если сегодня рассчитаю и хотя бы наберу да буду большой большой молодцой вообще опять гения слова вот ну и завтра конечно покажу вам что у меня получается пуговички подождут у меня желтой пряжи еще очень много я и когда-никогда обязательно что-то свяжу сейчас вообще мне хочется нить игрушку и вот мишку напишу что-то в толстом свитере и вот на пузе вот это пуговица у игрушки такая прям эксперт а не все-все молчу мариван молчу сейчас будет маленькое лирическое отступление от стартов да кто меня спрашивал татьяну вы капель то длину подвязывайте конечно вот моя капелюшка да я уже в принципе вот не стартуя ничего нового я бы довязала но тем не менее канал контент нужно вести и новые процессы нужны я просто сказал что эту кухню ведь меня вещь уже готова капельчик у меня готова недавно был ролик спасибо вам за все добрые слова вещь действительно получилась великолепно просто это уже та кухня которую я ну показал готовый джемпер и решила обвязать длину чтобы не переживать что на при стирке как-то ну подсядет поэтому я не показываю это все свяжется мне осталось в общем то вот столько где этот маркер вот я уже связала и вот здесь была резиночка от этого марки теперь изнаночная гладь и новая резиночка вот этих пяти шести сантиметров мне не хватало чтобы жить спокойно они у меня есть да это я все сделаю не не переживайте в общем капель я больше не вернусь понятно что это отнимает время но это мои проблемы все будет хорошо и так подводим итоги мой первый старт вот он будет закончен обязательно движу носочки когда не важно но довяжу мой второй старт вот он вы вернем вот из чего он будет а завтра я покажу вам как обстоят дела сколько связано и вообще какая идея ну и расскажу о третьем старте нам осталось только с вами сделать красивую обложку так для этого я использую желтый покрывало который будет поддерживать дизайнерский полухлопок а пестрое покрывало с малиновым таким оттенком до поддерживающие как-то вроде с одной стороны неплохо но с другой стороны как-то наворочено сейчас просто нет время больше думать еще знаете подъехала техника что сделают дорогу треск звон очень вовремя с вами все сняли так не хватает зеленого пятнышка конечно будет перебор с одной стороны но с другой стороны перебор то перебор так пучки вас заслоняю ну что ж мой добрый зритель огромное спасибо всем кто досмотрел данный ролик если было кому-то интересно буду рада и наша традиционная до новых встреч мой добрый зритель они обязательно будут снята